Все произошло около пяти вечера на Подоле за троллейбусной остановкой. Адам Осмаев вместе с женой Аминой Акуевой находились в этом сером внедорожнике с якобы французским журналистом. Заранее они договорились об интервью, но вместо того, чтобы задавать вопросы, последний начал стрельбу. Нападающий достал из коробки пистолет ГЛОК и выстрелил в Осмаева. Несколько раз. Амина Акуева открыла ответный огонь из своего наградного оружия. Как оказалось, это была их не первая встреча с Алексом Вернером. Он представился журналистом издательства «Лемонт» и предложил Осмаеву снять программу во Франции. Все случилось по пути во французское посольство, куда все трое направляли, чтобы договориться о съемках. На месте правоохранители нашли три пистолета и украинский загранпаспорт стрелка на имя Александр Дакар. По документам, киллер Одессит 58-го года рождения Александр Дакар. Правда, правоохранители считают, что на самом деле данные не настоящие. Нападавший лично представлялся Осмаеву неким Вернером, журналистом французского издания «Лемонт». Амина Акуева утверждает, стрелок – профессиональный киллер. Якобы на его руках много чеченской крови. В СМИ уже заговорили о руке Кремля и Кадырове, но в полиции никаких официальных заявлений пока не дают. Я бы не хотел, навмисно не хотел бы акцентовать увагу, яке его первое прозвище, второе прозвище, третье прозвище, чи будь-яке. Особа будет становлена законным шляхом. Кем, вы думаете, киллер оказался? Французский журналист Вернера оказывается старым знакомым венской полиции, питерской полиции, вообще всех полиций мира. Зовут его Артур Денис Султанов, он же Курмакаев, он же Кринария, он же Тищенко, он же Цебра, он же Динго. В паспорте указана одесская прописка, но для соседей лицо Дакара оказалось незнакомым. Видели этого человека, Дакар Александр? Здесь не живет точно? Точно, я это не видел. Хорошо, спасибо, извините. Адрес Чернышевского, 3, я сейчас здесь нахожусь, распечатал также фотографию паспорта подозреваемого и показал ее жителям дома по этому адресу. Вот за моей спиной находится этот дом, однако никто из местных жителей человека на фотографии не опознал и сказали, что никогда его не видели и имени и фамилии такого тоже не знают. Проверял, да, соответствие прописки места жительства киллера нападавшего. Не знают жители, не видели его там никогда. Мы связались с французским изданием «Лимон» в социальных сетях. Выяснилось, что стрелок к газете отношения не имеет. Этот человек не работает на нас. Лицо человека на фото в документе очень похоже на фотографии Артура Денисултанова Курмакаева, известного киллера по прозвищу Динго. Его подозревают в убийстве беглого охранника Рамзана Кадырова, Умара Исмаилова. Исмаилов обвинил президента Чечни в пытках, а в 2009 году его убили в Вене. Динго также называют едва ли не личным киллером Кадырова. Так называемые кадыровцы, они только номинально чеченцы. Для нас, для чеченцев настоящих, они представляют из себя то же самое, что для украинского народа на сегодняшний день представляют те же Захарченко, Плотницкий и все остальные, которые вот там на Донбассе сегодня воюют против Украины. Что это было? И чего можно ждать далее? Дивите сейчас. Сохранилась пленочка, которая дает прекрасное представление, из какого материала, собственно говоря, делаются киллеры. Каким надо быть человеком и какую надо иметь молодость и поворотики судьбы, чтобы таким образом в результате когда-нибудь прославиться на всю Россию и Украину. Вот на канале YouTube, на нашем Невзоров ТВ, можно сейчас посмотреть о юности Артура Дениса Султанова. Ни для кого не секрет, что почти все связанное с покупками и продажами, перебросками партии автомобилей в Петербурге, накрепко повязано с, мягко говоря, серьезными неофициальными структурами. Беспредел в этой деликатной сфере творит только шушера. Залетные, купчинские перегонщики, криминальная мелкота. Порой беспредел мелкоты приводит к серьезным разборкам. Револьверным, автоматным и всяким прочим. В ближайшее время в городе, возможно, опять такая же ситуация. Около шести автомобилей безрассудно украдены со стоянок и из дворов. Представитель группы петербургских чеченцев Артур. Артур. Хладнокровно и уверенно пришел в НТК. Уверенный, что неизбежную бойню, возмездие за беспредел, можно предотвратить. Мы обладаем достаточной информацией для срочных и крайних мер. Так, насколько я понял, ваш визит сюда связан с тем, что вы этих крайних мер сильно сами не хотите. Мы принципиально не хотим. Мы жили, живем и будем жить, строго соблюдая законы и соблюдая дипломатию. Дипломатию взаимоотношений даже между, скажем так, сложными категориями населения, так? Между всеми категориями. Абсолютно. Чего вы хотите? Мы хотим мира. Мы не хотим, чтобы кто-то завтра нас в чем-то обвинил. Там опять кого-то убили, кто-то пропал без вести. Нам это не нужно. Мы живем нормально, пока нас не дернут. Мы никого не трогаем. Это нас трогает. Не первый случай. Именно поэтому я здесь. И не просто так, от своего имени. А от имени тех людей, которые меня прислали. Ощущение, что вас хотят раздразнить, вызвать на бой или делают это по глупости? Скорее всего, по глупости. Почему? Потому что те люди, которые хотели бы нас раздразнить, они бы не занимались этим. Они знают, кто мы. Так. Что должны сделать люди, совершившие эту, с вашей точки зрения, ошибку? Желательно, желательно вернуть автомобиль угнанный из Купчина. Не первый, а насколько я понимаю, раз, два, три, четыре, пятый. Да, пятый автомобиль. Но мы каждый раз не обращали на это внимания. Для нас это мелочи. Мне даже стыдно об этом говорить. Но дело не в автомобиле. Вот позавчера вечером, ночью вернее, угнана девятка наша, вишневого цвета, из Купчина. И такая, насколько я понимаю, должна быть такая навороченная? Навороченная, да. Ну, хозяин сделал машину для себя. Но просто, наверное, скорее всего, не знали, с кем столкнулись. Так, а если она, скажем так, либо истреблена, либо разобрана на запчасти? Да, проблема-то, Саша, не в машине. Проблема в другом. Поэтому, пускай люди позвонят и скажут, ребята, мы были неправы, и давайте найдем общий язык. Иначе мы обладаем достаточной информацией, чтобы быстро принять меры. Я поэтому и здесь, чтобы не принимать их. Если люди поймут, что мы к ним относимся по-человечески, они тоже попытаются к нам. Потому что, если мы начнем относиться к ним не по-человечески, это очень плохо кончится. И будут проблемы и для нас, и для них. А для них в первую очередь. И власти не захотят. Да, конечно, в городе будут проблемы. В городе будут проблемы. Потому что это не в первый раз, и мы не собираемся никому этого прощать. Этот конфликт все равно надо уладить. Мы не говорим о прошлых машинах. Мы даже не говорим об этой машине. Мы говорим о том, чтобы уладить этот конфликт. Потому что люди уже не хотят этого прощать. Я могу это простить. Так, а эти, скажем так, неумные злодеи, они куда должны прийти с применой? Они могут позвонить по моему личному телефону. 177 50 60. Этот гражданин был впервые осужден в Чечне еще в 90-м году за вымогательство. Прикиньте, да, в Чечне в 90-м за вымогательство. Это я не знаю, как быть выгнанным из Газпрому за воровство. С Украиной тоже у него давно связи. У Курмакаева, потому что в Харькове его арестовали в 98-м году за то, что он в Питере украл директора Колпинского пищевого комбината за бабки. А после этого любящий папа обменял Курмакаева на пленного солдата. Это была тогда большая тема в Чечне – обменивать бандитов на пленных. В 2008 году его в Австрии арестовали по подозрению к причастности к убийствам Умара Исраилова, того чеченца, который сначала был боевиком, потом телохранительом Кадырова. А потом решил готовить на Кадырова снова покушение, несмотря на то, что Кадыров его простил. Этот Умараилов успел сбежать в Австрию и там подал в ЕСПЧ, обвиняя Кадырова в пытках. И вот тут началось самое прекрасное на этом допросе, потому что вот этот несгибаемый ветеран Плаща и Кидалова, как только оказался венской полиции, где, надо думать, его не пытали. Он рассказал, что есть список из 300 врагов Кадырова, которых заказал сам Рамзан за границей. А значит, в Вене, в Австрии, в нем значится 50 имен. А значит, вы спросите, зачем этот человек давал такие показания. Я сейчас не обсуждаю, правда ли или нет. Вопрос, зачем чеченец, арестованный по подозрению убийств, дает эти показания? Вы не поверите. Он решил, что он сейчас в австрийской полиции получит политическое убежище. Не получил, его выслали в Россию. Там он опять принялся за то, что умел. Вы не поверите, на чем он попался. Он охмурил какую-то каденцовскую гражданку, выделил у него 7,5 миллионов рублей и сел. Причем сел за эти 7,5 миллионов и еще за угрозы, потому что он ей потом, конечно, угрожал, когда началось уголовное дело. И, внимание, при студию. В 2011 году Курмакаев был осужден на 8 лет. Теперь, внимание, 8 лет истекает в 2019 году. Вопрос, каким образом такой человек с такой биографией оказался вместо того, чтобы сидеть в российской тюрьме в городе Киеве. Семейная пара седает в авто на заднее сиденье. Так запропонувал человек, который представился журналистом, чтобы сделать их фото после интервью. Он дистает коробку, не без подарунка, но выхопливает пистолет и в притул стреляет в человека. Женку рятует только то, что и она в эту самую секунду стреляет в нападника с пистолета своего, а потом еще и залепляет раны человека специальной речевиною. И это не кино, потому что нападник представился журналистом французской газеты «Ль Монт». Говорят, это попытка покушения, не первая, но на этот раз она была подана под французским соусом. Французский якобы журналист вместо фотоаппарата вынул из коробки пистолет марки «Глок», на что супруга потерпевшего Амина Акуева молниеносно отреагировала четырьмя выстрелами из Макарова. С переднего на задний он попросил пересесть Адама тоже, что якобы он хочет снять нас рядом. Он тогда сказал, что это подарок для нас, вот когда эту коробку принес, что это подарок от редакции, что они хотят и что нам их очень понравится. И он только его открыл, и я увидела, что это блок, и он сразу же схватил и открыл оборота Адама. И я сразу же тоже выхватила пистолет, но Амбрус оказался после нескольких попаданий, сразу стал кричать «здаюсь, здаюсь». Наразі жінка не має особистої зброї, в ней залишилася тільки кубура від її нагородного пистолета, яким вона зупинила кілера. Від сьогодні до Аміни представлено особисто охорону. Переконана, напад на їхню родину був замовним, а кілер вчинив спробу вбивства за гроші, а не за ідею. На думку Акуєвої, затриманий нею чоловік не є мусульманином, хоча і має татуювання арабською на грудях, яке прославляє Аллаха. Аміна переконана, істинний вірянин ніколи в житті не зробив би собі тату, та ще й зі священними словами, бо для їхньої релігії це богозневага. І впевнена, виконавець замовного нападу спеціально обрав священний місяць Рамадан, коли мусульмани дотримуються суворого посту в день. На протягом 12, навіть більше часів, ми не їли і не пили, при цьому, знаходясь активно в дорогі, в поїздці. Це дуже вистачає організм і концентрацію внимання дуже ослабляє. Тобто на це теж був, видимо, розчет. Він просто був дуже уверен в себе, що ми нічого не успіемо зробити, не успіемо соріентироватися, коли він відкривав цю стрельбу. Я навіть взагалі не помню, що це було. Аміна, а твое враження, він був підготовлено? Я не знаю, наскільки він був підготовлено, але пускай следствие з цим розправиться. Не, ну, ти гляд. Я не знаю, честно говоря. Не знаю, але главное, щоб ви шли именно на заказчиках. Для мене це дуже важливо. Рани кіллера оказались тяжелими, але не смертельними. Правої руки вогнепальня, поранення правої стопи, поранення лівого плеча, ключиці, шію. Куля застрягла в його хребці і буквально от 1 червня, одразу після проведення йому операції, лікарі зазначали, що, можливо, він залишиться частково паралізований. В полиції считають, наемник більше года строил в Україні конспиративну легенду. Женился на местной, подделал і купив документы, завел нужні связи. Був легализован і легендуван в Україні в феврале 2016-го года під іменем Дакара Александра Винусовича. Начиная з весни 2016-го года, він пытався входити в доверие к ряду українських політиків і журналистів, представляюся то французським, то немецким журналистам під разными іменами. Ця людина з'явила впечатлення, действительно, журналисту, чи непонятно кому? Ну, він з'явивав ніякі сомнення, у мене були такі мелочі, які з'явили у мене сомнення, але насправді, конечно, він з'явивав впечатлення европейського якого-то чоловіка, такого інтелігентного опыту. Ну, російськоязвичний? Ну, він дуже добре говорив по-русски, це теж уявилося, с небольшим іностранним акцентом. Він сказав, що він почався в Петербурге, получав там журналистське образование, ну, ще давно тогда, получается, в советське время. Ну, він взрослий чоловік достаточно, і там вилучив так хорошо. Російські киллери чувствують себя в Києві в останні місяці, ну, почти як дома. Просто як зелінка і по-навальному. Смотри, убийство Шеремета, убийство Вороненкова, але є одна проблема. І ці киллери – очень прості репята. Те в тому, що кожний мільйон, який виделяється в Кремле на разные спецоперції, і вне зависимости от того, що така це спецоперція. Це дискредитация Навального, це взрослі серверів Демпартии США, це убийства в Україні. Він все це расходується по священному принципу. Мільйон вавшор – шість копеек на исполнителя. К якого исполнителя зайдеш на шість копеек? Ребята растренировались, умеються не тільки одне. Демонстрантів зубами по асфальту таскать? І там зеленку в глазах Навальному ледь? Вони не привыкли, що Київ – це заграница. Вони не привыкли, що там може щось случиться, що може получиться отпор. І вот, собственно, то, що случилось, – це такий закономерний результат, це статистика. Якщо все время нанимати пятикопеечних киллеров, да і якщо вони по совмістісту брачні аферисты, рано чи поздно одного з них возьмуть жив'ю. І вот, судя по всему, господин Курмакаев, да, це чоловік, який даже венській поліції розказував, що є і що нем. Лише б угодити венській поліції. Вот как ви думаєте, що він щас наговорить украинському МВД? Запасаємся попкорном.